Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья И как наша передача проходит по средам Так и в англиканской церкви Каждую среду в 13 часов проводятся дневные концерты Пуст день лайка концерты И организатором, вернее основателем этих концертов Как раз была Есть наша гость Сегодняшняя Но вот уже сейчас главная органистка Старой церкви Стоггер Труды Кристина Адамайте Здравствуйте, Кристина Здравствуйте Да, и Кристина как раз положила Такую замечательную традицию Наверное, уже лет 10, да? Этим концертом в англиканской церкви Больше Мы уже пару лет назад праздновали 15-летие 15 лет Да, так что Я там работала 23 года Так что долгое время Долгое Концерты тоже долго Держатся до сих пор нужны Да, я рада Теперь уже на смену Кристине В англиканской церкви пришла Ее ученица замечательная Яна Зариня И концерты продолжают свою традицию Это благотворительные концерты Прийти, может, кто угодно И вместо обычной пищи Вкусить духовную По следам Каждую среду в 13 часов И выступают, как и студенты Недавние выпускники академии Но также и большие профессионалы И Кристина сама часто там дает концерт И я буду играть в следующую среду Вместе как раз с Яной Зариней И еще Также учениц Кристина Дамайт Агнеса Абрамане Такие вот замечательные концерты Но, кстати, Кристина Пришла к нам еще не просто так У нее замечательный концерт С ее постоянным, наверное, коллегой Наверное, чаще всего выступает Именно вместе Это саксофонист Артис Симонис И концерт будет в Домском соборе В эту пятницу, 7 августа В 19.00 Кристина, расскажите Что за программа будет Да, но если говорить про длительность То мы с Артисом Действительно, мы посчитали уже 15 лет Вместе играем Сограничить Да, да И как-то Еще не надоело Находьте новые произведения Да, до сих пор Приятно это делать Для вас даже что-то пишут Да, мы много уже, если так посмотреть Назад Накопилось действительно музыки Довольно много Которую мы сами просили Обращаясь к композиторам Они писали музыку Как бы для нас Но сейчас уже мы об этом не думаем Да, и радуемся том Что эта музыка, которая нравится другим Тоже уже становится классикой Да, ну и вы записали диск Даже вместе с Артисом Симонисом Еще сопрано Да У нас четыре диска Да, да, разных местах В Англиканской церкви И в церкви Святого Яна Яниса Да, да, да В Риге И в церкви Святого Яна В Цесисе тоже Программа латышской музыки Да, и пятница в Домском соборе Мы тоже будем играть Только латышскую музыку Это то, что нам попросили Наверное, зная Что мы делаем больше всего И мы сделали такую программу Под названием Латвия из пасткарта Что, ну, я не пробовала перевести Почтовая открытка Почтовая открытка Латвии, да Так что это будет такой Калейдоскоп Миниатюр В основе чего Цикл композитора Мардера Зариня Курземис Барокс То есть барокко-курземи, да Да, да Это же органный цикл, да Это орган Это для органа соло В программе я поставлю В смешанном порядке Этот цикл пройдет через всю программу Это такие зарисовки по Риге Поэтому, наверное, не по Риге, а по Латвии И да, и как раз Курземи Там в названиях Угалы, Априти, Лестене, Дундага Такие, это местности То есть, как бы Если я правильно помню Как-то Илона Бергеля Которая у нас была в предыдущую среду Она рассказывала, что он Писал под впечатлением Или какой-то церкви, да Или какой-то картины Тут все очень-очень конкретно Эти церкви до сих пор, к счастью, можно Поехать и посетить Посмотреть И основная радость там связана Аркогрезумием с этими деревянными украшениями Как это сказать, да Которые там очень-очень-очень искусственные в этих церквях И, конечно, органы, где сохранились Конечно, там много места фантазии Он не означал конкретно, что Где задумал Но если ты знаешь эти места Я действительно была во всех этих местах Я могу свою фантазию очень конкретно Также применять Применять, да Какие еще произведения будут в программе? Это будет для органа соло Да, да, и вместе с артисом мы будем играть То есть программу будут округлять самые большие вещи Как в альбоме Первая и последняя большая страница Да, с одинаковым названием Laudate Dominum Ага, это Васк как раз И композитор Васкс, Петерис Васкс И заклющение Эрикс Эшенвальдс И, если мы будем играть Отночастись из цикла Ромалда Ярмака Марске сиринады Да, да, то есть утренняя сиринада будут И одна вещь, чем Майя Эйнфелда Кантабила Это действительно специально для нас Очень дорога эта музыка Очень мало мы пока играли Один раз только Так что вторая премьера будет И третья вещь вместе Необычная Андрей Селицкий Скрытая от Крафинина Апслептая отзывшинась Hidden confession Да Да, как это Сложно Дорогие друзья, вот на этот замечательный концерт В Домском соборе Мы разыграем два билета Для этого нужно позвонить в студию По телефону 672-12-939 Или 672-13-939 Это концерт нашей гости Главной органистки Старой церкви Святой Гертруды Кристины Адамайте И саксофониста Артиса Симониса В программе Произведения латышских композиторов Большую часть я слышала Как раз в исполнении Кристины и Артиса Это очень яркие, интересные произведения Которые просто захватывают дух В принципе, латвийская музыка 20-го века, мне кажется И 20-го, и 21-го Это расцвет музыки Потому что существуют классики И Дарзинч, да, которые Это в основном все учили Санкт-Петербургской консерватории Но после этого Они создали очень сильную Композиторскую латвийскую школу Да, это связано с органной школой И, конечно, с домским органом Потому что такое количество Органной музыки Мне кажется, сейчас не может похвастаться Ни одна культура Да, это такая ирана Не в России, чтобы так В принципе, даже Если бы мы хотели брать русскую музыку Это буквально по крупицам можно собирать А вот чего не сказать И в любых странах Даже где есть органы И Франция Вот Франция особняком стоит Там все-таки действительно создавалась Уже музыка в 20-м и в 21-м веке А вот Латвия тоже Это действительно очень интересные произведения Яркие И Марди Резаринш И Петерис Васкс И Рихард Дубра Я даже удивлена, что у вас в этой программе нет Да, но нельзя всегда Потому что уже много есть Да, да, с частью И очень часто исполняются Также произведения Майя А. Энфилда То есть действительно очень яркая Интересная музыка Которую, мне кажется, здорово послушать Именно в Домском соборе И кажется, почти все произведения Написаны именно для Домского, да? Ну да Они как бы хотели, чтобы это исполнялось Большой инструмент, конечно, вдохновляет И довольно долго Советские времена Ведь Домский собор был основной Если не единственное место Да, где произвести концерт Сейчас Вот в последние десятилетия Ситуация изменилась И мне это очень нравится Что Можно органы разные Сами послушать Да, что мы активны Потому что в вашей церкви В старой церкви Гертруда Уникальный орган стоит Мне кажется, второй в Риге По значимости После Домского собора Не обязательно сделать такие рейтинги Но это действительно очень хороший орган И тем более Айгар Срейн С которым работал Да, сначала работал В старой церкви Гуте А сейчас художественный руководитель И музыкальный директор В Домском соборе Он привел в полном порядке То есть Не он, а немецкие мастера Он этого сорганизовал Так что мы радуемся Все органисты Хотят тут играть Даже не хватает Дней Будем рассказывать о концертах Также в старой Гертруде Дорогие друзья Разыгрываем два билета На концерт 7 августа В Домском соборе Будет выступать Кристина Адамайды И Арти Симонис Звоните нам по телефону 672-12-939 Или 672-13-939 Первый позвонивший Получит два билета Кристина Давайте поговорим с вами О концертах Уже в старой Гертруде Вы стали вводить Ту же замечательную традицию Что и в англиканской церкви Где концерты проводятся Каждую среду Теперь по субботам Проводятся концерты В старой Гертруде Да, ну я конечно Только продолжаю То, что уже до меня Айгарс делал То, что новое Может быть Я старалась сделать Какой-то Вы сделали периодичность Ритм Да, да Мне самой это нравится Что может быть Люди знают Ритмично Каждую Первую И последнюю Субботу В месяц Они могут прийти Это в течение года В течение всего года Но сейчас, конечно И может быть Отчасти после этого Перерива Да, когда все были лишены И музыканты Да, мы почувствовали Что мы можем В августе Есть желание С обоих сторон Поезжать побольше Мы как бы фестиваль Сделали Так что у нас В августе Каждую Каждую субботу В шесть часов В ближайшие То есть В ближайшую субботу Восьмого августа Кто выступает? Да Очень-очень могу пригласить Илзу Рейне Будут играть Да, это главная органистка Церкви Ситова Иоанна Яня Базница Вот именно И я Очень-очень рада Про Илзу Я слежу Всю Жизнь Потому что мы Буквально Вместе учились Вместе заканчивали Учебу И, конечно, в то время Никто не может Представить Что Где, как Пути Окажется Окажется Да, но Илза Действительно Она сделала Как сказать Она так Умно Развивала Себя Что действительно Мы можем Очень-очень много От нее Брать И ученики И в ее концертах Так что Да Илза Рейна Помимо того Что очень талантливая Органистка Она также Когда у нее Хватает времени От ее многочисленной работы Она также преподает В Академии музыки И в Энспилсе Да, и в Энспилсе И помимо этого Она прекрасный композитор У нее есть Интересные импровизации Которые она также Иногда включает В свои концерты На субботу Мы ожидаем Классику Будет Бах Шуман И Турномир Да Турномир Французский композитор Который Юбиляр Этого года 150-летие Да Она играла Также программу Посвященную Юбилеем Луи Вьерна И Шарля Турномира В Домском соборе И теперь Видимо Какие-то произведения Также прозвучат И 8 августа И конечно Интересно Что-то От Шумана Послушать Поскольку Имя очень Знакомое Но в органной музыке Не настолько Очень сложные Произведения У него И 6 фуг Для органа И каноны И этюды И они Именно Как бы Такие миниатюры К которым Органисты Не всегда привыкают Мы все-таки Привыкли Полотные Органа Себастьяна Баха На 15 минут И в принципе Даже латвийские Композиторы Тоже часто пишут Очень масштабные Грандиозные Сочинения А это такие Миниатюры И весьма Сложные Да Ну я думаю Что эта музыка Очень-очень По натуре Подходит Зауэрскому Органу Органу Расскажите немного Нашим слушателям О вашем органе Да Мы очень Гордимся Это орган Немецкого мастера Зауэра Это тот же Мастер Который построил Например В берлинском Домском соборе Огромные органы Это Совсем рядом В Берлине 1905 год И Гартруда На следующем Году Так что Он Был На пике Своих Умений И орган Действительно Очень-очень Качественный Большой Тринь мануала 45 регистров И вместе Здесь прекрасная Акустикой Очень мощное Очень мощное Впечатление И в то же время Очень нежные Краски Ну Очень богатая Широкая Красовая Палитра Орган Может пожертвовать На эти Концерты В ближайшую Субботу Будет выступать Илза Рейне А мы Продолжаем Разыгрывать Два билета На концерт В Домском Соборе 7 августа В 19.00 В котором Выступает Наша гость Кристина Адамайта С саксофонистом Артисом Симонисом Наш телефон 672-12-939 Первый позвонивший Выиграет билеты Прервемся На небольшую Рекламную паузу И вернемся К нашей Культурной среде Сегодня оказались Небольшие изменения В нашей программе Меня это очень радует Нет рекламной паузы Конечно реклама Для коммерческого радио Это очень важно Но когда есть культура То всегда хочется Говорить О музыке О театре Обо всем Что угодно Обо всем Что угодно И у нас Кстати есть звонок Кто-то хочет Пойти на концерт Алло Здравствуйте Здравствуйте Да Алло Да-да-да Здравствуйте Вы хотите Пойти в Домский сапор? Я хочу пойти Никогда не слушала орган Ох ты Да тем более Необходимо пойти на концерт Скажите Как вас зовут? Инга Инга Пожалуйста Позвоните После передачи На мой телефон У вас есть возможность записать? Сейчас запишу Секундочку Пишу 220 220 929 929 00 Как еще? 00 00 Ой спасибо Очень рада Хорошего дня Всего хорошего Мы разыграли два билета На концерт В Домском соборе Где будет выступать Кристина Адамайда И Арти Симони 7 августа В 19.00 И как выяснилось Что слушательница Слушательница радио Болтком Ни разу Не слушала Концерт Органной музыки Так что это нужно Делать опять и опять Кажется что мы уже Все хиперактивные Сколько мы играем Сколько концертов И кажется иногда Что Сейчас конечно После Карантина Нельзя сказать Что афиша Перенасыщена Потому что Конечно было Но самое главное И самое важное И самое интересное То что именно Органные концерты Первый Вышли из карантина Самые первые Афиши Появилась Концертная Именно в Домском соборе И потихонечку Стали все возрождаться И Наверное Не так просто Начать Полноценную жизнь Симфоническим оркестром И Филармонии Но вот то что Органная музыка Звучит В главных церквях Это самое главное Это Домский собор Каждый день В 12 часов Можно послушать Концерт Пикколо Кроме воскресенья Это небольшие Программы На 20-25 минут Где выступают Все латвийские органисты И интересно то Что стали делать Прямую трансляцию И органисты Теперь можно Не только послушать Но еще и увидеть Как думаете Кристина Насколько это Правильно Делать трансляцию Вот лично вам Мешает это Или нет Ну конечно Это Уже не совсем Новая традиция Я уже Привыкла Но я Наверное Из тех людей Которые Поначалу Очень скептичны Относилась И я до сих пор Думаю Что Нет необходимости Всегда Делать Показ Видеть Да Видеть Потому что Именно то Что мы Делаем С звуком Я думаю Что слушатель Должен Быть Полностью В музыке В музыке Да Потому что То что мы Видим глазами Это интересно Это забавно И это Действительно Для Изглы Для образования Для информации Это очень Ценно Да Это очень Ценно И мне Самое Интересно Конечно Видеть Эту кухню Иногда Да Но для Воспринятия Музыки Я думаю Что иногда Лучше Если ничего Ничего Не мешает И ты можешь Вглубиться Именно В звуки А многие Говорят о том Что конечно Пожалуйста Закрывайте глаза Конечно Я это делаю Да Так что я не против Если ты умно Можешь Понять Что ты хочешь Но иногда Может люди Без Иногда хочется Хочется посмотреть На алтарь Хочется посмотреть На распятие А все равно Картинка Она привлекает Внимание Мелькающее Это немножко Как-то музыка Иногда Как в фильме Да Как фон Получается На втором плане Когда слушаешь Когда слушаешь музыку А именно Все-таки Орган Это один из тех Инструментов Который Имеет Наибольшее Воздействие На слушателя Потому что Почти всегда В церквях Каменные полы И вибрация Когда ты сидишь На деревянной лавке Ноги На каменном полу И эта вибрация От органа Она проникает Как бы Пронзает Все тело И вот это Конечно Вот И музыка И вибрация Это все Совершенно другое И как бы Воображение Начинает рисовать Собственные картины Не тот фильм Который Именно На экране Когда мы читаем Книгу Да Когда мы читаем Книгу И часто бывает Какое разочарование Когда потом Посмотришь фильм Потому что У всех воображение Разное Потому что Мне нравится То что происходит По субботам Диартру Эти старомодные Можно сказать Концерты Да Просто Дверь открыта Музыка звучит Заходите Любой желающий Да И тут Обычно Такая камерная Атмосфера Что мне действительно Нравится Не обязательно Нужен полный Полный Переполненный Зал Чтобы Ты мог Любоваться музыкой Не все знают Именно в августе Каждую субботу Концерты А в течение года Первая И последняя Последняя Суббота Да Немножко Твой странный Ритм Но все-таки Ритм Можно запомнить Первая И последняя Суббота Что же у нас еще В афише На этой неделе 7 августа Я приглашаю Также на свой Концерт Старую Гертруду И опять-таки Саксофон и орган Это удивительное дело Когда я готовилась Уже к культурной среде Заметила Совпадение Как мы совпали И на самом деле Просто два разных органа Четыре разных исполнителей Но, конечно, связанных Друг с другом Потому что Айгарс Раумнис Раумнис И способствовала Моему профессиональному Продвижению И именно первый концерт У меня как раз Состоялся В англиканской церкви У Кристины После которого Она меня Рекомендовала Своим коллегам Илзе Рейне Которая будет играть 8 августа В старой церкви Святой Гертруды И, конечно, В Домский собор И каждый раз Когда Силвия Меня встречала Говорила Да, это все Благодаря Кристине Адамайте Поэтому я Могучая кучка Действительно Очень благодарна Кристине За свой профессиональный Рост именно в Риге Ну вот 7 августа Мы в старой Гертруде Будем играть С Айгарсом Раумнисом Программу Можно сказать так Путешествия От Иоганна Себастьяна Баха До Пьецолы Это будет Германия Представленная Величайшим Иоганном Себастьяном Бахом Бахом Такатой Фугарой Минор Франция Габриэль Фаре И органист Александр Гельман Россия Это Сергей Рахманинов Вокалис И прелюдия До Диэс Минор Которая написана Для фортепиано И эта прелюдия Существует В многочисленных Транскрипциях Для органа И я выбрала Одну из них Французского Органиста Мне показалось Она наиболее близка По фактуре И хорошо звучит Именно в органной Интерпретации Вообще К Сергею Васильевичу Рахманину Подходили Часто С запросами Написать Что-то для органа Он так не написал Ни одного Сочинения И в принципе Французский Издатель Жорж Вылетел из головы Простите Возможно Сейчас вспомню Он подходил Ко всем Русским Композиторам С просьбой Написать Хотя бы Одно сочинение Для органа Для того Чтобы Издать В русской Антологии Органной музыки Во Франции Откликнулись Далеко не многие И написали Буквально По одному Сочинению Так как и просил Сергей Липунов Александр Катуар Это композиторы Не самые известные В наше время Это единственное Ещё написал Александр Глазунов Он написал Грандиозную фантазию Для органа Ещё при Людии Фуги Но потому что Он дружил С французским Композитором Дюпре И тот оказал Большое влияние На него И в этом смысле Очень жалко Что русская Органная музыка Не может Похвастаться Такой многочисленной Музыкой Как та же латвийская Ну это наверное Связано с церковными Традициями И с церковными Потому что тот же Пётр Ильич Яковский Несмотря на то Что он обучался На органе И замещал Своего учителя В кирхе Святого Павла В Петербурге Но орган Использовал Только как тембр В сцене Боря В симфонии Манфрот Не написав Ни одного Сольного сочинения И вот Царская Россия У нас будет Представлена В концерт С Сергеем Рахманиновым Потом мы отправимся В Испанию С Педро и Тюральде Замечательная Сюита Которая называется И элинская И греческая И афинская Но все об одном и том же Очень яркое Интересное произведение Написано в оригинале Для саксофона И фортепиано Но будет В версии Для саксофона И органа И в заключении Мы отправимся Уже в Аргентину Астер Пьецола Знаменитый Обливион И две части Из истории танго Кстати Написаны Первоначально Для кларнета И гитары А потом Уже были сделаны Многочисленные Переложения И вот одно из них Как раз для саксофона И органа Исполним мы Вместе с Айгерсом Рауманисом 7 августа В Старой Церкви Святой Гертруды Начало в 19.00 8 августа У нас Помимо концерта Илза Рейна В Старой Гертруде Которые За пожертвование Будет два Очень необычных Концерта На озере В Югле Возле Этнографического Музея Фестиваль Лайва То есть Это фестиваль Который проводится На лодках На озере И выступать будет Известный Ансамбль Дагамба И Тауту Мейтас Очень интересная Программа Потому что Это будет На озере Все То есть Будет какая-то Построена Сцена Или что То есть Мне кажется Очень Необычный Формат И Было бы Интересно Послушать Так музыку Но С другой стороны Это Такие форматы Вот недавно Как раз Иви Тапкална Играла У нас Был такой Органный Перформанс На пляже В Юрмале Второй год Второй год Да Уже так делают И вот Кристина Как вы думаете Ведь фактически Как бы С одной стороны Это точно так же Музыка Но в то же время Это вот такое Большое пространство И она Используется С помощью Ну звучит С помощью Всяких Усилителей Вот Как эти форматы Насколько Теряется Или не теряется Вот именно Колорит Вот самой классики Который вот Звучит в камерном зале Орган звучит В церкви Или даже В концертном зале А здесь вот люди Расслабленные На лодках Выступает Я думаю что касается Музыки на воде Это уже Очень старинная Традиция Во время Генделя Мы знаем что Он писал Специальную музыку Чтобы В таких Условиях Да Как раз знаменитая Музыка на воде Это ничего нового На воде Хорошо звучит Хорошая акустика Я думаю что Это хорошо И правильно И красиво Да Ну вот Самое главное Все таки Гендель писал музыку Для развлечения Королевского двора Одна лодка В которой Находились Царские Особы Королевские Особы А рядом В лодке Ехали музыканты Исполняли Ставшую Просто шедевром И наверное Одно из самых Исполняемых Произведений Это музыка на воде Георга Фридриха Генделя И конечно Это история не новая Но в то же время Это музыка То есть мы привыкли Все таки Идти на концерты Как не на развлечения Мы можем вести Королевский образ жизни Любой человек Любой человек Да И то есть как раз Знаменитый коллектив Это гамба приглашает Почувствовать себя королем И только что На прошлой неделе Было открытие Фестиваля В Цельсис Да Там хор На воде Пел тоже Так что это Фантастика Это работает Очень много Всяких Альтернативных Вариантов И мне кажется Это все делается Именно для того Чтобы завлечь Простую аудиторию Почему я говорю Простую Не в смысле Достатка А в смысле Наших слушателей Который Сегодня нам позвонил И выяснилось Что ни разу Не была на органной музыке Я думаю Что можно делать Очень много И разные вещи Попробовать И возвращаться Но очень важно Держать классические форматы Направления То что мы делаем И мы конечно Вот как органисты Академисты Да В таком хорошем смысле Мы ратуем за то Чтобы аудитория После того Как сходила на концерт Такого легкого Развлекательного Жанра После этого Захотела пойти Уже на концерт Серьезный Где Хорошо пойти Сначала Посмотреть Вместе с трансляцией Посмотреть Как устроен орган И посмотреть Как играют Исполнители Но и так же Вырасти Дорасти До серьезных Программ Потому что Это Вот на мой взгляд Это Это конечно Не простое дело Но в то же время Так много Прекрасной музыки Которую Которую можно назвать Легкой Ну и эти циклы Которые мы строим Я знаю С своего опыта В англиканской церкви Что люди там Приходили Годами И уже начинают Между собой Разбираться Да Общаться Обсуждать Исполнители Обсуждать Произведения Они накапливают Опыты И Достигают Возможности Действительно Достичь Где-то Где-то Глубже Еще один Необычный Формат Восьмой Также Восьмого Августа Уже В Рундальском Дворце Ударные Инструменты И Группа Медных Духовых И ударных Инструментов Лейпайского Симфонического Оркестра Будут выступать В ночном Концерте В Саду Возле Рундальского Дворца Такая Музыка В ночи Наверное Будет Прекрасное Какое-то Освещение И Вот В программе Как раз Уже То, что Упоминалось Сегодня Будет Георг Фридрих Гендель И Музыка Латвийских Композиторов Английских Очень Необычная Программа Дирижер Янис Янис Реттенайз И Это будет В 20 Ой Не помню Точно 8 Августа Во Дворце Рундалы И еще Концерт У нас Будет 11 Августа Уже Академический Те композиторы С которых Наша Программа Буквально Сегодня Началась Это Домский Собор И выступает Илза Рейна Наверное Наша Сегодняшняя героиня То есть Хотя в гостях У нас главная Органистка Старой Церкви Святой Гертруды Кристина Адамайта Но мы много Рассказываем О концертах Илза Рейна И вот у нее Концерт будет Уже в Домском Соборе Вместе с другим Опять Саксофонист С которым Я буду играть 7 августа Это Айгерс Рауманис Выступают Они В Домском Соборе С программы Бах Шуберт И Шуман Но там еще Будет и Оркестр Рига Дирижер Айнерс Рубитис Это цикл концертов Которые организуют Как раз этот Оркестр Вчера был Первый концерт Мы рассказывали О нем В предыдущую Среду Как выступала Лейна Андрета Каунсима С баховским Концертом Рэйминор Для органы И струнных И вот теперь Будет В программе Бах Шуберт И Шуман Мне кажется Очень яркая Интересная программа Это 11 августа В Домском Соборе Вот такая Замечательная Афиша Выдалась На этой неделе Есть и альтернативные И кто не пойдет В Домске Наверное Ателл Зерейн Соло Да Субботу Можно услышать В Гаркуте Я думаю Я думаю Что она Попробует Свою программу Какие-то Шуман Наверняка Будет Те же Самые Произведения Часто Так Бывает Что мы Музыканты Любим Сложные Какие-то Произведения Перед Значимым Концертом Обыграть В каких-то Концертах Которые Посещают Может быть Не так Много Аудитории И мы Это называем Вот именно Обыгрывание Как бы Домашний Концерт Для своих Это не то Чтобы Это не выученное Произведение Но вот эти Произведения Они живут Свою жизнь И нам Вот чем больше Ты его играешь Проходит время Шесть лет Ты все равно Каждый раз Возвращаешься И находишь Новые краски Так и мы Две недели назад С артистом Играли В Диатруда Нашу Программу И наши Слушатели Как раз Я рассказывала О вашем концерте Ходили Слушали этот Концерт И были Под очень Большим Впечатлением И поэтому Можно пойти Уже В эту пятницу 7 августа Послушать Уже в Домском Соборе Для нас И вот это Интересно В связи С органным Концертом Что действительно Та же Самая музыка В исполнении Того же Органиста Действительно В другом месте Обязательно Обязательно Прозвучит По другому Потому что На органе Совершенно Разные тембры Каждый орган Уникален И Кажется Что мы Обыграли А потом Садишься За новый Инструмент И все Заново Потому что Мы Заново Настраиваем Регистровки Это тембры Это тембры органа И чтобы Произведение Звучало Совершенно Иначе Действительно Очень интересный Процесс Сложный И благодаря Тому Что мы Еще Наклеиваем Всякие Стикеры Для наших Ассистентов Чтобы вовремя Включали Регистры Мы имеем Ноты В нескольких Экземплярах Потому что Много технической работы И много Возможностей Ошибаться Но это Каждый человек От этого Не застрахован И поэтому Очень интересная Возможность Послушать Одно и то же Произведение В исполнении Одного органиста Но на разных Органах Потому что Это иногда Бывает до Неузнаваемости Потому что В принципе Даже одно Произведение Можно интерпретировать В зависимости От органа Совершенно по-разному Можно Сыграть его Более Камерно Более тихо Или наоборот Более гондиозно Если репертуар Это позволяет Это я могу сказать Насчет Марди Розарина Его стиль Такой Эклектика Да Где действительно Ты можешь Специально Каждый раз Радикально Что-то Противоположное Делать Да Он такой Шутник По сути Своей Был У вас В репертуаре Костина Очень много Музыки И латвийских Композиторов Но так же И музыка Аганна Себастьяна Баха И Франк Все-таки Кто любимый Композитор Вот есть такое Или Вот именно За счет Многообразия Не смогли бы Определиться Да Многообразие Это то Что мне нравится Отчасти Это То Что меня Привлекает В педагогической Работе Что Я осознаю Что я Не успею Не смогу Все сыграть Да Но вместе Своими Учениками Я Я учу Я Узнаю Что-то Новое Для меня Новое Но сама Когда я играю Вы уже назвали Конечно Эти два Имена Без каких Без Музыку Да И возвращаюсь Опять и опять Франко тоже Не столько много Органных Произведений Произведений Да Но действительно Это не надоедает Никогда То есть его Хоралы Его пьесы И Сезара Франко Часто называют Как французский Бах Потому что Он открывал Творчество Во Франции Знакомил Современником С творчеством Иоганна Себастьяна Баха И действительно Это такая Глубина Которая Постигается И самим Органистом И слушателем Ну и часто Еще немного Про Франко Говорят Что это тот Композитор Которого Играть Интереснее Чем слушать Вы бы Согласились С этим Ну Я надеюсь Что это Можно Как-то Совмещать Да Конечно Он Такой Может быть Не композитор Для Развлечения Ну Не такой Блестящий Как Верн Видор Турный Мир Играть Именно На этом Органе Ну Это Сложный Вопрос Ну Да Хотя Опять Франк Наверное Один из тех Где Особенно Домском Соборе Поскольку У нас Нет Такого Ежедневного Подхода К настоящим Французским Инструмента Да Хотя Мне Была Возможность Попробовать Франц Я так Знаю Что этот Звук Значит Но в Домском Соборе Думаю Что очень Хорошо Можно Играть Эти Романтические Вещи И Мне Нравится Играть Мистера Дубра В Домском Соборе Потому что Я вот так и думала Что вы скажете Франк и Дубра Да Потому что Стилистика Дубра Действительно Требует Этого Объема И Акустика Это Без этого Действительно Сложно Конечно Мы играем Везде Но Грандиозность И масштаб Это более Натурально Вообще Лично Мне Как Слушательнице И поклоннице Кристины Адамайте У меня даже Закрылась Такая мысль Что Можно так Сказать Что Кристина Одна из лучших Исполнителей Исполнительниц Именно Из латвийских Композиторов Именно Дубры То есть Ощущение Что Как будто Он для вас Создавал Эти сочинения И вот Можно сказать Что По духу Они вам очень близки Может быть Какая-то связь Потому что Именно Вот первая Органная Пьеса Дубр Мужа Его пока Наил Гош Это было В 1995 году Он действительно Писал специально Для концерта Где я участвовала Они оба были Довольно молодые Это как-то Действительно Есть С этим Такая связь Был Был Несколько лет Назад Очень яркий Интересный Концерт Авторский Концерт Дубры В Домском Соборе И Кристина Играла на органе И сольные Сочинения И были Еще Всякие Акустические Интересные Когда солисты Были внизу То есть Такая игра Для Веланчелли Да Но это Опять-таки Действительно Музыка Которая Задумана Специально В основном Для этого Помещения Да Такая вот И напоминаю Дорогие друзья Что Кристина Адама Это сегодняшние Гости Нашей передачи Выступает 7 августа В Домском Соборе В 19.00 Вместе с Артисом Симонисом И мой концерт Состоится С другим Саксофонистом Учеником Артиса Симониса Айгором Рауманисом В старой церкви Святой Гертроды Разные Программы Разные Разные Органы Разные Исполнители Приходите На концерты Классической Музыки Оставайтесь С нами Всего доброго До свидания Аминь Продолжение следует... Продолжение следует...